Четвертое. Там есть попытки тоже построения жорданных цепочек для нескольких балко-операторов. Но все равно там получается решение в виде ряда, бесконечного ряда. Не удается в виде конечной суммы слагаемых получить. Вот. Ну, отдельно стоит работа седьмая, казанок, много параметрических проблем, судно-значений. Вот. Я к ней еще вернусь. Следующий славик, пожалуйста. Вот. Я напомню общую схему. Когда у нас соответствован один параметр уравнения, то строятся традиционные жорданные цепочки, как в книге Треногина. Но единственное, что очень важно, надо жорданные цепочки построить и для сопряженного оператора, без созвездочек. Они очень помогут. Даже в книге там написано так, что это поможет результат сделать более симметричным. Но это нигде там не применялось. Почему-то непонятно. А на самом деле, действительно, если использовать сопряженные цепочки для сопряженного оператора, то как раз результат будет очень симметричный. И, пожалуйста, следующий славик. Традиционно, какие подходы к решению? Известно два подхода. Это Ликунова с помощью проекторов. И второй подход, это реферализатор с ней. Это все описано вот в этой же фотографии. Решение ищется в виде двух слагаемых, где В это вставляет с собой линейный кабинетный нулей оператора, а В, соответственно, дополнение, в прямом дополнении подбежит. Вам по пространству раскладывается на прибор произведения. Так, Борис Владимирович Логин предложил в своей работе уже давно опубликованно, что надо решение искать в виде разложения в корневом подпространстве. То есть это подпространство, которое получается из всего жарданного набора. Не только из булей, как вот здесь традиционно, а еще и присоединить присоединенные векторы и так далее. Вот, и тогда получается вот что. Значит, делается это на основании второго подхода Шмидта. Традиционное такое разложение. Идея такая. Подставляется решение первого уравнения, получается W, W подставляется во второе уравнение, получается разрешающая система, из которой вычисляется коэффициент КСИ. Вот основная схема. Ну и потом КСИ заменяется вот туда. Следующий слайд. Так. Ну здесь схематично я написал. Для следующей. Вот сама идея жарданных цепочек как раз и применяется в разложении вот этого оператора. Вот уничтожение оператора ГАММА, ГАММА, А степень Й, как раз жарданной цепочки, и позволяет уничтожить эти операторы и получить вот такую конечную сумму, зависящую от ФИ и от Эксиума. То же самое надо сделать и для сопряженного оператора ГАММА-ССССР. Извините, это не каминные заводы, нет? Они будут уничтожены, и вот через КСИ Й будет выражение. Акси будет найдено. И вот здесь как раз и нам поможет собреженная цепочка. То есть, допустим, глиня Триногина опять же заканчивается вот на этом стагаемом, и потом говорится, что когда, при каком там индексе, отлично оттуда будет. Но можно этот оператор перебросить в правую часть и опять же воспользоваться вот этим разложением. Поэтому получится красивое разложение вот через коэффициенты С. Скопки означают утреннее произведение или значение функционала КСИ на А. Так, короче говоря, в этом случае решение получается в конечной форме для одного малого параметра. В конечной форме. Вход это разложение полушкарьевого подпространства через весь жарданов набор. А здесь это разложение дополнительной строгайной, которая в каждом конкретном случае достаточно легко позже. Ну, отдельная задача по вычислению. Но она тоже конструктивная, есть подход для вычисления. Ну и получается основной вот от чем заключается. В том, что решение Х зависит от Эпсилон. Вообще говоря, не аналитически. В точке Эпсилон равен нулю, есть полюс. Какого порядка зависит от того, какие коэффициенты С равны нулю. Если же все С равны нулю, а это означает, что, допустим, нет присоединенных векторов, то есть нет жарданов текочек, то тогда зависит от аналитически. В остальном случае является полюс. То есть при Эпсилон стремяющихся к нулю, решение начинает возрастать. Ну и еще одно важное замечание. Какое? Если Эпсилон... Значит, а как связано решение невозмущенной системы с этим решением? Оно связано следующим образом. Когда Эпсилон равен нулю, то вот этот коэффициент КСИ, он сразу становится свободным слагаемым. КСИ – это решение разрешающей системы. Здесь я его не привел, но это все опубликовано. КСИ – это решение системы линейных квадратических сравнений. И там получается, решение зависит от параметров, произвольных. Поэтому вместо вот этого слагаемого возникает КСИ, умноженное на свободные элементы, на коэффициенты. Он, короче говоря, получается, что Х аналитически зависит от решений. То есть это классическая теория, которая приведена с небольшой модификацией. Это все приведено в книге Треногина. Но вот это вот разложение все-таки несколько другое. В конечной форме. Пожалуйста, следующее слово. Теперь, что касается введения задачи с двумя малым параметиями, как эту задачу решать. На плоскости вводится заданная сетка. На дегнаторе в системе координат здесь можно? Ну, здесь я просто... вводится так, как в системе координат. Проводится линия с координатами целочисленных ячейков 1, 2, 3. Каждая ячейка значит, это соответственно координата. Пересечение отрезков, пересечение линии это координат. 1, 1, например, 1, 3 и так далее. 1, 2, 3 и 0, 1, 2, 3 и 0, 1, 2, 3. Обозначено это и, это жи. Теперь, с каждым узловкой этой сетки будет связано решение заданной цепочки. Значит, чтобы более наглядно поднимать, теперь мы ее рассмотрим в следующем случае. Я возьму ее, немножко переверну. Вот это возьму верхнее. Вот таким образом. то есть это будет 0, 0, это будет 1, 0, это будет 0, 1, это будет 1, 1, 2, 0, это будет 0, 2 координаты и так далее. 3, 0, 2, 1, 1, 2 и 0, 3. Так, теперь с каждым вот этим углом мы свяжем следующий, пожалуйста, свяжем решение вот этих вот жардановых уравнений. Уравнений. Замечу, что если у нас один параметр, то исчезает вот это уравнение, вот это, у нас традиционная получается жардановая цепочка. Если же нет, то мы считаем по этой схеме фи, 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 моль, моль считается вот в этой сетке, потом фи, 1, 0 считается вот по этому уравнению, поставляется правую часть фи, моль, 0 и считаем вот фи, 1, 0 и так далее. То есть, фи, 1, 0, фи, моль, 1 и так далее. А вот этот элемент, хи, 1, 1 уже считается из этого уравнения, правая часть известная и решается это уравнение и учителяется элемент, стоящий вот в этой ячейке. Ну и так далее считается документно. Да, да, считается документно. Мы рассмотрим, я рассмотрю простейший случай, когда у нас обрывается решение эти уравнения и они обрываются. Эти уравнения имеют решение в следующем слайде. Когда выполняются естественно вот эти вот условия. То есть значит правая часть ортогонально к сопряженному одноводному уравнению. Вот эти условия приведены. Вот. Это гарантирует что то, что длина жатановых вот этих сеток будет равна с допустим трем. На предыдущей слайде. Мы вот рассмотрим случаи, когда допустим вот она обрывается равна двум и вот здесь она уже обрывается. Здесь решений уже нету. Вот то, что решений уже нету описано вот этими уравнениями. Что вот и все числа в каждом множестве равны нулю. Что является теперь вместо жардановой цепочки можно ввести понять вот здесь жардановые сетки. Все вот эти операторы будут образовывать вот эту жардановую сетку. а таких сеток соответственно каждую. кассеток мы назовем так с традиционно ажардановым набором. Такой подход обсуждался с Логиновым Борисом Владимировичем и это было сделано в 16-м году и я когда это сделал я не знал о работе Казанова. Вот та работа Казанова о которой я говорил. Так вот он заданывая вот такие вещи ввел для прямоугольных матриц для призвольного инмерного случая это да и ну дальше как это с ними работать там в этой статье ничего написано было просто было введено понятие и что там ценность в чем я считаю что там это было введено на понятие теории решеток применялась теория решеток то есть в двумерном случае это понятно как делается возьмем трехмерный случай там уже будет вот кубики которые составлены то есть здесь уже надо применять теорию решеток и вот на понятии теории решеток в инмерном случае все это хорошо переформируется поэтому тем не менее для вот для пространства вот здесь это приведено пожалуйста следующий слайд ну здесь я говорил об условиях разрешимости этих уравнений пожалуйста следующий слайд важным понятием является полнота жорданного набора мы предполагаем что жордан набор полный аналогичен понятию полноты в одномерном случае пожалуйста следующий слайд далее вводится для бесса призорного обязательно то же самое вводится жордан в сетке следующий слайд пожалуйста опять же для них вводится понятие разрешимости условия разрешимости следующий пожалуйста полнота и следующий слайд так и вот теперь переходим к подстроению регуляризатора шмидта как в одномерном в одномерном случае там понятно как как в этом случае в двумерном случае строить регуляризатор шмидта когда мы закончим вычислять и вот в этих точках уравнений не будут иметь решения правую часть мы обозначаем за Z и Z будут представлять собой вот такие наборы первый набор второй треть по количеству мулей теперь из каждого набора мы будем брать по одному элементу и составлять вот такие наборы вот такие наборы будут представлять собой и будут втрувать проекторы вот такого вида как ну соответственно если в каждом наборе если опять мы одномерный случай возьмем то в каждом наборе будет по одному элементу и у нас традиционно получится обычная жордановая цепочка с обычным регуляризатором вы проводите если нет то у нас получается значит P1 плюс 1 умножить на P2 плюс 1 P1 умножить плюс P1 плюс 1 то есть столько у нас наборов получается различных и тогда мы построим несколько точнее регуляризаторов которые строятся таким образом P с волной вот здесь опечатку здесь вот просто P плюс K значит чтобы не вводить многозначные операторы мы будем действовать вот однозначным оператором где P плюс K K построен таким образом регуляризатор пожалуйста следующий скажем ну и теперь обобщенный Лема Шмидта Лема Шмидта значит известно здесь мы теперь будем рассматривать вот каждое уравнение с таким набором строятся такие же проекторы и показывается что это уравнение P с волной имеет обратный оператор Гамма и он представил в таком виде так и самое важнейшее свойство причем он строился вот вся проблема в том чтобы надо сделать так чтобы оператор Гамма действовал на Z-карты и все он переводил FI к с ноликом то есть смысл в чем когда мы переходим решаем уравнение перехода до последнего вот эти все последние должны переводиться в первые причем все все FI должны переводиться в FI с ноликом то есть получается типоцеприческая группа так называемая ну здесь у меня кратко написано поэтому вот это когда свозь очень важная пожалуйста следующий свозь и дальше традиционный подход мы рассматриваем возмущение системы решение ищем вот опять же в корневом пространстве и действуем на подставляем первое в первое уравнение находим W вот наши W и тут да и W подставляем второе после этого находим SI когда мы это сделаем у нас уравнение превращается в такое уравнение где гамма у нас для краткости пока гамма обозначить к следующей слайде и вот как раз вот такие жардановые цепочки позволяют уничтожить вот такой оператор который нельзя сделать с обычными жардановыми цепочками здесь это некоторые полумиальные функции здесь отдельный разговор но тем не менее это все получается опять в конечное число стоганов раскладывается решение разрешающей всем представим в таком виде опять замечу в точке x1 x2 не полюс а особенность то есть получается бесконечность если x1 x2 равна 0 так и решение уравнения представим вот в таком виде теперь где вот это вот некоторое частное складаемое оно находится специально это самое решение его специального уровня находится о нем не останавливается а второе это разложение решений то пространство где присутствуют все фи жардановых набора тетэ это аналитический пункт зависит от x1 x2 а ксикады опять имеет особенности то есть то же самое получается если у нас x1 x1 x2 среди цикул то происходит возрастание но из этого решения нельзя получить решение невозмущенной системы чтобы получить решение невозмущенной системы разрешающая система заново решает уже приемщем равном 0 си уже не зависит от эксиума а зависит от некоторых параметров произвольных этих комплексных параметров и тогда решение невозмущенной за весь системы превращается в семейство решений уравнения полностью согласующие с сатомерным случаем как описано тренокин вангер выводки у меня решили 3 минуты